здравствуйте сегодня на лекции аудирования мы с вами будем отвечать на вопрос о чем говорится в диалоге и выбирать правильный ответ на лекции чтения мы будем подбирать правильное по смыслу в тексте также мы будем находить ответ на вопрос о чем говорится в тексте 보기 요즘 한국어를 공부해요? 네, 한국 친구한테서 한국어를 배워요 давайте переведем диалог на русский язык 요즘 한국어를 공부해요? вы сейчас учите корейский язык? 네, да, 한국 친구한테서 у друга или у подруги 한국어를 배워요, я учу корейский язык итак, нам даны 4 варианта ответов и нужно выбрать тот, который подходит по смыслу с диалогом давайте их переведем на русский язык номер один 남자는 학생입니다 мужчина студент номер 2 여자는 학교에 다닙니다 женщина ходит в школу номер 3 남자는 한국어를 가르칩니다 мужчина преподает корейский язык номер 4 여자는 한국어를 공부합니다 женщина учит корейский язык Итак, в диалоге мужчина спросил женщину учит ли она корейский язык и она ответила, что да, у друга или у подруги 정답 значит, правильный ответ номер 4 여자는 한국어를 공부합니다 17번 민수 씨, 미안해요 지난번에 빌린 책을 오늘 못 가져왔어요 그래요? 내일은 가져다 줄 수 있어요? 네, 그렇게 할게요 давайте переведем диалог на русский язык 민수 씨, 미안해요 민수, извините 지난번에 в прошлый раз 빌린 책을 книгу, которую я заняла 오늘 못 가져왔어요 не принесла получается, я сегодня не смогла принести книгу которую заняла в прошлый раз 그래요? да 내일은 завтра 가져다 줄 수 있어요? вы можете ее принести? 네, да 그렇게 할게요 я обещаю Итак, у нас 4 варианта ответов давайте их переведем на русский язык номер 1 여자는 내일 책을 가져올 겁니다 девушка завтра принесет книгу номер 2 남자는 여자에게 책을 빌렸습니다 парень отложил книгу девушке номер 3 남자는 지금 책을 가지고 있습니다 у парня сейчас есть книга номер 4 여자는 남자에게 책을 빌렸습니다 девушка не смогла получить книгу от парня Итак, в нашем диалоге мы знаем, что девушка заняла книгу и она должна ее принести, но забыла поэтому парень попросил принести эту книгу завтра на что она дала свое обещание 정답 значит, правильный ответ номер 1 여자는 내일 책을 가져올 겁니다 давайте теперь посмотрим на грамматику в этом диалоге девушка говорила, что она 못 가져왔어요 то есть она не принесла а точнее сказать не смогла принести 못, затем идет глагол будка жо, да, например переводится как не смогла по какой-то особенной причине например, она или он не смог сделать домашнее задание домашнее задание сукце получается, что сукчерэль модхессимни да, не смогла сделать домашнее задание по какой-то определенной причине также мы можем сказать, что не сделала допустим, то же самое домашнее задание но мы можем сказать, что не сделала без всякой причины тогда нужно говорить не мод, а можно говорить ан переводится как не получается сукчерэль анхессимнида не сделал или не сделала домашнее задание будхессимнида не смогла или не смог анхессимнида не сделала или не сделал Следующая грамматика «ко-ита» прибавляется к глаголу, обозначает, что сейчас это действие происходит в настоящий момент. Например, если я сейчас сижу на стуле или на кровати, просто я сейчас сижу, можно сказать как «анко-исо-о», «я сейчас сижу». Также была такая фраза «короке 할게요», «короке так 할게요», «сделаю», но по-русски переводится как «я обещаю», «я так сделаю». Когда вы хотите сказать, что вы что-то обещаете, просто скажите «короке 할게요». 18번 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요. 이 아이가 탈 거예요? 이쪽에서 골라 보세요. 이 노란색 자전거가 예쁘네요. 이걸로 주세요. 아, 근데 의자가 우리 아이한테 너무 높진 않겠죠? 그럼요. 이 아이 정도면 탈 때 불편하진 않을 거예요. Давайте перебежим диалог на русский язык. 우리 아이가 탈 자전거 좀 보여주세요. 보여주세요. Покажите, пожалуйста. 우리 아이가 탈 자전거. велосипед для моего ребенка. Покажите, пожалуйста, велосипед для моего ребенка. 이 아이가 탈 거예요? Этот ребенок будет кататься. 이쪽에서 골라 보세요. Вот тут выбирайте. 이 노란색 자전거가 예쁘네요. Вот этот желтый велосипед красивый. 이걸로 주세요. дайте его. 아, 근데, 아, 너, 의자가, 시두шка, 우리 아이한테 для нашего ребенка 너무 높진 않겠죠? Не будет же высокой. 그럼요. Конечно, 이 아이 정도면 для такого ребенка, имеется в виду как для такого роста ребенка, 탈 때 불편하진 않을 거예요. Не будет неудобно кататься. Нам нужно выбрать один из ответов, который подходит по смыслу к тексту. Давайте переведем на русский язык. Номер один. 여자는 женщина 자전거 가게에서 일합니다. работает в магазине велосипедов. Номер два. 여자는 женщина 노란색 자전거를 살 겁니다. купит желтый велосипед. Номер три. 남자는 мужчина 아이와 함께 가게에 왔습니다. вместе с ребенком пришел в магазин. Номер четыре. 남자는 мужчина 아이에게 자전거를 선물했습니다. подарил велосипед ребенку. Итак, у нас в диалоге давайте выделим сначала ключевые слова. У нас прозвучали такие слова. 아이가 탈 자전거, то есть женщина ищет велосипед для ребенка. 노란색 자전거 가. ей понравился велосипед желтый. Потому что она сказала, 이걸로 주세요. дайте его. 근데 의자 높진 않겠죠? не будет высокая ли сидушка? По ключевым словам сразу видно правильный ответ. 정답. Это номер два. 여자는 노란색 자전거를 살 겁니다. женщина купит желтый велосипед. 19번. 이 물건들 버리시는 거예요? 네. 제가 외국으로 이사를 가서요. 아직 쓸 수 있는 물건이 많은데 제가 가져가도 돼요? 네. 필요하시면 가져가세요. Давайте переведем диалог на русский язык. 이 물건들 버리시는 거예요? Вы эти вещи выбрасываете? 네, да. 제가 외국으로 이사를 가서요. так как я переезжаю за границу. 아직 еще 쓸 수 있는 물건이 많은데 есть много вещей, которыми можно пользоваться. но 제가 가져가도 돼요? Можно я их возьму? Получается, но есть много вещей, которыми можно пользоваться. Можно я их возьму? 네, да. 필요하시면 가져가세요. Если вам нужно, возьмите. Давайте в этот раз сначала посмотрим на ключевые слова. Это будет 버리시는 거예요? Выбрасываете? 외국 가서요. так как уезжаю за границу. 쓸 수 있는 물건. вещи, которыми еще можно пользоваться. 제가 가져가도 돼요? Можно я их возьму? 네, да. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. 남자는 사야 할 물건이 많습니다. 오, мужчины. много вещей, которые нужно покупать. Номер два. 남자는 외국에서 이사를 왔습니다. мужчина переехал из-за границы. Номер три. 여자는 외국으로 물건을 보내습니다. Женщина выслала вещи за границу. Номер четыре. 여자는 женщина 남자의 물건을 가져가고 싶습니다. хочет взять вещи мужчины. из этого диалога понятно, что мужчина уезжает за границу, выбрасывает или убирает ненужные вещи. и из них вещи, которыми еще можно пользоваться, женщина хочет взять. 정답. поэтому правильный ответ номер четыре. 여자는 남자의 물건을 가져가고 싶어합니다. 20번 부산까지 가려고 하는데요. 기차가 몇 시에 있어요? 네, 손님. 잠시만요. 한 시간 후에 있어요. 저는 혼자라서 서서 가도 괜찮은데, 더 빨리 갈 수 없을까요? 아, 그러면 20분 후에 출발하는 기차가 있어요. Давайте перейдяем диалог на русский язык. 부산까지 가려고 하는데요. я собираюсь в Пусан. 기차가 몇 시에 있어요? во сколько есть поезд? 네, 손님. 잠시만요. 손님 это клиент, который мы не переводим на русский язык. 잠시만요 будет переводиться как подождите. получается да, сейчас подождите. 한 시간 후에 있어요. через час есть. то есть есть поезд через один час. 저는 혼자라서, так как я еду один. 소서 가도 괜찮은데, мне нормально и стоя ехать. то, 빨리 갈 수 없을까요? можно ли раньше уехать? 아, 그러면, а, тогда 20분 후에, через 20 минут, чульбаль 하는 기차가 있어요. есть поезд, который отправляется. Итак, чтобы выбрать правильный ответ из четырех данных вариантов, давайте выделим ключевые слова. ключевые слова в этом диалоге будут ПУСАН, город ПУСАН. КИЧАГАБЁЦСИ, во сколько поезд? во сколько поезд до города ПУСАНа? 한 시간 후, через один час. 소서 가도, стоя можно поехать. ПАЛИ КАЛЬСО ОБЩИККАЙО? можно ли раньше уехать? 20분 후, через 20 минут, КИЧАГАБЁТЬ, есть поезд. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. Номер один. 남자는 ПУСАН에 ПАЛИ КАГО СИПО ХАМНИДА. мужчина хочет быстрее поехать в ПУСАН. Номер два. 남자는 친구와 ПУСАН에 가려고 합니다. мужчина собирается в ПУСАН с другом. Номер три. 남자는 이십 분 후에 별을 사려고 합니다. мужчина собирается купить билет 20 минут спустя. Номер четыре. 남자는 ПУСАН까지 앉아서 가고 싶어 합니다. мужчина хочет поехать, сидя до ПУСАНа. По ключевым словам понятно нам какой из этих вариантов правильный ответ? ЧОНГДАБ. Это номер один. 남자는 ПУСАН에 ПАЛИ КАГО СИПО ХАМНИДА. 21번. 여보세요? 여기 305호인데요. 아이들이 잘 침대가 필요해요. 아, 네. 만 원을 더 내셔야 하는데 괜찮으시겠어요? 괜찮아요. 그런데 침대 두 개를 빌릴 수 있어요? 아이가 둘이라서요. 죄송합니다, 손님. 침대는 한 방에 하나만 더 들어갈 수 있습니다. давайте переведем диалог на русский язык. 여보세요? 여보세요? 알로? 여기 305호인데요. это комната 305. 아이들이 잘 침대가 필요해요. нам нужна кровать для детей. 아, 네. 아, да. 만 원을 더 내셔야 하는데. нужно заплатить 10,000원. 괜찮으시겠어요? ничего? как ничего страшного? 괜찮아요. ничего. 그런데, но 침대 두 개를 빌릴 수 있어요? мы можем занять две кровати. 아이가 둘이 있어요? так как у нас двое детей. 죄송합니다, 손님. извините. 침대는 한 방에 하나만. только одна кровать в одну комнату тырокаль수 있으면니다. может поместиться. Итак, давайте посмотрим на ключевые слова этого диалога. Это будут 침대 кровать 필요해요? нужна. 만 원 стоит 10,000원. 침대 두 개를 빌릴 수 있어요? можно ли занять две кровати? 침대는 한 방에 하나만. кровать только одна для одной комнаты. Теперь давайте посмотрим на варианты ответов. номер один. 방에 아이들 침대가 있습니다. в комнате есть кровать для детей. номер два. 여자는 방을 예약하려고 합니다. женщина собирается забронировать комнату. номер четыре. 여자는 침대 두 개가 필요합니다. женщине нужно две кровати. из диалога понятно, что женщине нужно было две кровати. 정답. номер четыре. 여자는 침대 두 개가 필요합니다. давайте переведём текст на русский язык. 여자는 어제 친구하고 я вчера с другом или подругой 재미있는 옷 가게에 갔습니다. ходили в интересный магазин одежды. 그 가게에서는 в этом магазине 우리가 티셔츠의 그림을 직접 그릴 수 있습니다. давайте начнём переводить с конца предложения. 그릴 수 있다. мы можем нарисовать что? 그림을. рисунки. где? 우리가 티셔츠의. на футболке. получается, в этом магазине мы можем нарисовать сами рисунки на футболке. 그림을 그려سоч으면, если нарисовать рисунок и дать, 그것을 티셔츄를 만들어줍니다. то из него делают футболку. 어제, вчера, 우리는 티셔츄를 하나씩 만들어보습니다. мы сделали каждому по одной футболке и одели. 같은 티셔츄를 ли бы니까, одев одинаковые футболки, 친구가 더 소중하게 느껴졌습니다. почувствовали важность дружбы. 그 옷을, эту одежду, 기억, 친구가 생각나고 같습니다. буду вспоминать друга или подругу. Итак, первым заданием нам нужно дополнить предложение словом. Нам даны четыре варианта. Номер один. 반든지, с того момента, как сделали. Номер два. 반든хуэ, после того, как сделали. Номер три. Ибльтэмада. Каждый раз, как одену. Номер четыре. Ибо пасо. Померил или померила. Итак, у нас было предложение. Коусыль, эту одежду, 기억, 친구가 생각나고 같습니다. Наверное, буду вспоминать друга. То есть, как я одену или каждый раз, как одену одежду, буду вспоминать друга. Это как раз и есть номер три. Ибльтэмада. Каждый раз, как одеваю или одену. Давайте теперь посмотрим на полностью все предложение. Коусыль, Ибльтэмада. Чинггуга 생각나고 같습니다. Каждый раз, как я одеваю эту одежду, буду вспоминать друга или подругу. В следующем задании нам нужно выбрать правильный ответ, а именно предложение, которое подходит по смыслу с текстом. Для этого нам нужно выделить ключевые слова. Давайте вместе их попробуем найти. Чэйминэн утка гэ ка сымнида. Ходили в интересный магазин одежды. Кыримэль чикчёп кырельсу и сымнида. В этом магазине, куда мы ходили, можно самим рисовать рисунки. Ти счёччуру мандыру чумнида. То есть, из этих рисунков делают футболки. Катэн ти счёччуру лебеника, одев одинаковые футболки, чингу союзунаге ныкэ зосымнида. Почувствовали важность дружбы. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов и переведём их на русский язык. Номер один. Номер два. Я вчера с другом или подругой ходили в магазин, чтобы купить футболки для друга или подруги. Номер три. В магазине нам рисовали рисунки, которые мы хотели. Номер четыре. Уринэн катэн ти счёччерю ль ипко, то гаккапке ныкэ зосымнида. Мы, одев одинаковые футболки, чувствуем друг другу ближе. Итак, по ключевым словам нам уже видно правильный ответ. Чонгдаб. Это номер четыре. Уринэн катэн ти счёччерю ль ипко, то гаккапке ныкэ зосымнида. Мы, одев одинаковые футболки, чувствуем друг другу ближе. Давайте переведём текст на русский язык. Джо нэн чаги чонэ я перед тем, как спать, хару рэ чонгни хамянсо мэйморэл хамнита. Сначала пишу, как я провёл или провела день. Ужё сначала онэль иронан иль чонгесо. Из того, что произошло сегодня, чаран иль, хорошие поступки, сэгажирэлсимнида. Пишу от трёх. Получается, сначала я пишу три хороших поступка из того, что произошло сегодня. Круки амён, если так делать, химдэн хару рэл чоккум идильсуисимнида. То можно немного забыть трудный день. Кытаамэ нэн, после этого я, дэйль халь ирэл киёк. А по-русски получается, после этого я, киёк, завтрашние дела или завтрашние планы. Крумён, тогда чуньё ан ирэл идёпориди анасо. Не забываются важные дела. Чусымнида. И это хорошо. Ирэл кэмэйморэл хамян, если так записывать, сэнгагман хальты пуда. По сравнению с тем, что думаешь, хару хару рэл хуальшин то, чайль чонгнихальсуисимнида. Каждый день можно намного лучше упорядочить. Давайте, прежде чем перейти к заданию, посмотрим на лексику. Итак, хару рэл чонгнихада. Упорядочить день. В зависимости от перевода предложения, можно также перевести, перевести как проводить день или провести день. Чаль хан ир. Чарада. Хорошо, иль может переводиться как работа, но в данном случае мы переводим как поступок. Чаран иль хороший поступок. Чаль бут хан иль. Дела, которые плохо сделал или сделала, либо плохой поступок. Халь иль. Переводится как планы или дела, то есть это то, что вы планируете сделать. Мэймурэль хада. Записывать. Хару хару каждый день. Хуаль син. Намного. Теперь давайте посмотрим на задание. В этом задании нам нужно правильное словосочетание, поставить предложение так, чтобы оно было законченным. У нас предложение было таким. Ку-тааме нэн. Нэ-эль халь ирэль. Ки-ёк. После этого я. Ки-ёк. Завтрашние дела. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Чё-го помни-да. Пытаться написать. Номер два. Чё-кэ-тэ-мни-да. Приходится писать. Номер три. Чё-гуль-ка-ам-ни-да. Думать, написать ли. Номер четыре. Чё-гуль-кот-ка-цэ-мни-да. Наверное, напишу. Итак, после этого я что делаю? Наверное, пытаюсь написать завтрашние планы. Чё-гуль-дап. Это и есть правильный ответ. Номер один. Чё-го помни-да. Получается такое предложение. Ку-тааме нэн. Нэ-эль халь ирэль чё-го помни-да. После этого я пытаюсь написать завтрашние дела или завтрашние планы. Давайте для этого задания сначала выделим ключевые слова в тексте. Ча-ги-чён. Перед тем, как спать. Хару-ры чё-г-ни. Один день. Упорядочить. Мэ-мор-эль хам-ни-да. Писать. Чаль-хан-эль-сэ-гази-рыл-сым-ни-да. Три хороших поступка. Пишу. Хим-дэн-хару-идель-су-исым-ни-да. Можно забыть трудный день. Нэ-эль халь ирэль чё-го помни-да. Пытаюсь писать завтрашние дела. Для чего он пишет завтрашние дела? Для того, чтобы чу-ню-хан-эль-эль идё-пори-ди-ана. Чтобы не забыть важные дела. Мэ-мор-эль хам-ян. Если так записывать. Хару-хару. Каждый день. Ту-чаль-чонг-ни-халь-сэ-сым-ни-да. Можно намного лучше упорядочить. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Хару-эль чаль-бут-хан-и-рэль-сосо-чонг-ня-м-ни-да. Пишу дела, которые сделал плохо за день. Номер два. А-чим-э-й-ро-на-со-о. Став утром, я пишу дела, которые буду делать сегодня. Номер три. Перед сном я записываю то, что забыл или забыла. Номер четыре. Записывая, я думаю о том, что было за день. Итак, этот текст у нас немножко длинный. И много ключевых слов. Но мы помним, что этот человек записывает перед тем, как ложиться спать. Пишет о трёх хороших поступках. И то, что будет делать завтра. Если так делать, то один день получается более упорядоченный. Из четырёх вариантов ответа нам подходит как раз номер четыре. Номер четыре. Номер четыре. Записывая, я думаю о том, что было за день. Давайте переведём текст на русский язык. 꽃이나 나무가 오를 살려면, чтобы цветы и деревья долго жили, 물과 공기, 햇빛이 중요합니다. Им важен вода и воздух и солнечный свет. 기억, 먹으려면, чтобы остановить 기억, 화분을, горшки с цветами, 한 곳에 모아놓아야 합니다. Нужно поставить вместе в одном месте. 물에 젖은 수건을 화분 아래에 넣은 것도 좋은 방법입니다. Переводим предложение с конца. Также один из хороших методов или хороший метод это 물에 젖은 수건을 мокрое полотенце 화분 아래에 под горшки 넣은 것, положить. И у нас получается предложение, также один из хороших методов это положить под горшки с цветами мокрое полотенце. 또, также 집안에서, чтобы в доме 공기가 잘 동할 수 있게, был хороший воздух, 방문을 열어놓으면 좋습니다. Хорошо открыть двери комнаты. 마지막으로, последнее, 요행을 오래 할 때는, когда в долгом путешествии или при долгом путешествии 헬п이시и цяльты роудзи анынгосээй, место, где плохо попадает солнечный, куда плохо попадает солнечный свет. хабунэль нонынгосич осымнида, хорошо ставить цветы с горшками. Получается предложение таким. Последнее, при долгом путешествии горшки с цветами хорошо поставить в место, куда солнечный свет плохо попадает. Итак, давайте дополним предложение. Наше предложение Горшки с цветами нужно поставить вместе в одном месте. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Хэтписэй понынгосэль Попадание солнечного света. Номер два. Гонгега тыроу нынгосэль Попадание воздуха. Номер три. Хабунэй коцепи нынгосэль Цветение цветов в горшке. Номер четыре. Мурепали опсодзинэнгосэль Быстрое исчезновение воды. Чтобы выбрать правильное словосочетание, нужно также посмотреть на предыдущее предложение, которое было таким. Котсина, дамуга, орыс, аль лёмян Чтобы цветы и деревья долго жили. Бульгва, кунги, хэтпити, чунямнида Им важен воздух, вода, солнечный свет. Итак, дальше идет предложение таким. Чтобы остановить, то горшки с цветами Нужно поставить вместе в одном месте. До этого мы знаем, что для цветов важно, что вода, воздух и солнечный свет. И нам по смыслу подходит именно вариант четвертый, который говорится Быстрое исчезание воды. То есть получается, чтобы остановить быстрое исчезание воды, горшки с цветами, нужно поставить вместе в одном месте. Давайте теперь вместе посмотрим, какое предложение получается. В следующем задании нам нужно найти правильный ответ, который подходит по смыслу к тексту. Давайте выделим для этого ключевые слова. Для них что важны? Вода, воздух, солнечный свет. Чтобы остановить исчезание воды, нужно их поставить в одном месте. Также мокрое полотенце под горшок с цветами. ЧОУН ПАМБОП. И это будет хорошим методом. ГОНГИГА ТОНГАЛЬСУ ИККЕ. Чтоб был хороший воздух, ПАГМУНЫЛЬ ЙОРО. Нужно открыть двери. ЁХЕНГУЛЬ ТЭНЫН. Когда в путешествии ХЭТБИЩИ ЧАЛЬ ДЫРОООДИ АННЫН КОТ. То в место, где плохо попадает солнечный свет. Номер один. СУГОНЫЛЬ ХАБУ НАНЕ. НО, НОАЯ ХАМНИДА. Полотенце нужно класть внутрь горшков цветами. НОМЕР ДВА. ХАБУНЫЛЬ ЙОРО БАНЕ НАНОЯ, НОЯ ХАМНИДА. Горшки с цветами нужно расставить по разным комнатам. НОМЕР ТРИ. ПАГМУНЫЛЬ ЙОРОСО ГОНГИГА ТОНГА ГЕЯ ХАМНИДА. Нужно открыть дверь комнаты, чтобы был свежий воздух. НОМЕР ЧЕТЫРИ. ЙОГЕНЬ ЧЁНЕЙ НЕН, ХАБУНЫЛЬ ХЭТПИСЕЙ ДОКУ КАЯХАМНИДА. ДО ПУТЕШЕСТВИЯ ГОРШКИ С ЦВЕТАМИ НУЖНО ПОСТАВИТЬ НА СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТ. ИТАК, ХУТЬ У НАС И БЫЛ ДЛИННЫЙ ТЕКСТ, ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ И МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ПОЛОТЕНЦЕ НУЖНО КЛАСТЬ КУДА? ВНУТРЬ ИЛИ ПОД? ПОД ГОРШКИ. ЗАТЕМ, ЦВЕТЫ НУЖНО СТАВИТЬ В ОДНОМ МЕСТЕ, А НЕ ПО РАЗНЫМ КОМНАТАМ. И ТАКЖЕ, ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ В ПУТЕШЕСТВИЯ, ТО НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЦВЕТЫ, ГДЕ НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. ЧОНГДАП. ПОЛУЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НОМЕР ТРИ. ПАГММУНЫЛЬ ЙОРАСО КУНГИГА ТУГАГЕ ХИЯХАМНИДА. Давайте переведём на русский язык. ЧОННЫН ЧИНАН ЧЮМАРЕ Я НА ПРОШЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ АДЮ ТЫК ПЕРАН САЗИНГУАНЫ ХАСЫМНИДА ХОДИЛ ИЛИ ХОДИЛА В ОЧЕНЬ ОСОБЕННОЕ ФОТОАТЕЛЬЕ. КЫ САЗИОНГУАНЫ НЫН В ЭТОМ ФОТОАТЕЛЬЕ САЗИНЫЕ ЧИКИ ВИАН, ЧТОБЫ ДЛЯ ФОТОГРАФИИ МОДЫН ЧЮМ БЕГА ТАТВЕЙ САСЫМНИДА. ПОЛУЧАЕТСЯ, В ЭТОМ ФОТОАТЕЛЬЕ БЫЛО ПРИГОТОВЛЕННО ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ. САЗИНЫ ЧИКИ ЧЁНЕ ДО ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ХАСЯНДУ ХЕЧУГУ СДЕЛАЛИ ТАКЖЕ И МАКИЯЖ МОРЕ ДУ ХЕЧУОСЫМНИДА И ПРИЧОСКУ. КРИГУ И ЧЁЕ ГЕ МНЕ ОУЛИНЫН ОТТУ ПОТХОДЯЩЮ ОДЕЖДУ ПРИЧУОСЫМНИДА ОДОЛЖИЛИ. КОУЛ СОГЕТЕ БУСЫБИЙ МАМЕ ТЫРОСЫМНИДА. МАМЕ ТЫРОСЫМНИДА. Переводим с конца. Получается, мне понравилось. Не понравилось что? КОУЛ СОГЕТЕ БУСЫБИЙ. Как я выгляжу в зеркале. Мне понравилось, как я выгляжу в зеркале. ФОТОГРАФИЮ ТАКИМ ИЛИ ТАКОЙ, КРАСИВЫМ ИЛИ КРАСИВЫЙ. Я также собираюсь рассказать об этом друзьям. Итак, давайте подберем правильное выражение, которое нужно поставить вместо КИОК в предложении. У нас четыре варианта ответов. Итак, у нас было такое предложение. Так как фотографию, то я становлюсь очень красивым. Получается, по смыслу нам подходит из четырёх, так как можно так сфотографироваться. ЧОНДАП. Это будет номер четыре. ЧИГУЛ СУ ИККИ ТЕМУНЕ. И получается такое предложение. Так как можно сфотографироваться таким или такой красивым, или красивой, я также собираюсь рассказать об этом друзьям. То есть рассказать об этом фотоателье. Чтобы ответить на это задание, сначала нужно найти ключевые слова. Давайте вместе их выделим. Итак. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. 사진관에서 사진 찍는 방법을 배울 수 있습니다. Фотоатель에 можно научиться фотографировать. 사진이 마음에 들지 않으면 다시 찍어도 됩니다. Если фотография не понравится, можно ещё раз фотографироваться. Клиенты могут прийти в фотоателье без подготовки. НОМЕР ЧЕТЫРИ. СОННИМЫН КИДАРИЯНКУ 사진을 찍을 수 있습니다. Можно сфотографироваться, не ждав. Итак, по ключевым словам мы уже знаем правильный ответ. ЧОНДАП. НОМЕР ТРИ. СОННИМЕН ТИКПЕРАНЧУМ БЕОПСИ САЗИНГУАНЫЙ КАДУ ТЕМНИДА. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в выборе правильного ответа на вопрос, о чём говорится в диалоге. Для этого нам нужно было правильно перевести диалог и найти ключевые слова. Ключевые слова нужны, чтобы правильно понять смысл диалога и найти правильный ответ. Также мы с вами прошли грамматику. Очень важно запомнить, чем отличается МОТ от АН. МОТ употребляется, когда по какой-то причине это было нельзя или невозможно сделать, а АН тогда, когда просто что-то не было сделано. В корейском языке эти отличия очень важны. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным вариантом. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста, ища ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказа в тексте и, главное, смысл. Спасибо и всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!